Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Эфиросплавщик» в студии работает Наталья Исакова. И у нас в гостях депутаты городского совета, представители Никопольского завода «Эфиросплавов» Евгений Иванович Бабкун, Игорь Васильевич Ребриш и Роман Анатольевич Сиротенко. Здравствуйте! Здравствуйте! Евгений Иванович, я знаю, что Вы хотите обратиться сегодня к никопольчанам. У Вас есть заявление в связи с печальными событиями, которые происходят сегодня в стране. Добрый день, наши никопольчане! Весь никопольский завод «Эфиросплавов» скорбит по всем жертвам, которые сегодня погибли в Киеве. Мы все очень переживаем, и такого, конечно, в нашей стране не должно быть. Но последнее событие – это якобы сегодня будет проводиться съезд депутатов разных уровней юго-востока страны в городе Харькове с принятием якобы решения о расколе Украины. Мы в течение последних суток вместе с председателем правления, генеральным директором завода, депутатом областного совета Владимиром Семеновичем Куциным, другими руководителями структурных подразделений завода, очень плотно общались в телефонном режиме, очень сильно переживаем по этому вопросу. Руководители структурных подразделений проводят беседы и беседуют с работниками «Эфиросплавного завода», и все единогласно выступают за то, что раскалывать Украину нельзя. Украина – единое государство, Украина – государство, в котором мы живем, и разделять Украину – это просто преступно. Поэтому, приняв такое решение, посоветовавшись со всеми коллегами, вместе мы приняли решение, что мы не поддерживаем данный съезд, который проводится в Харькове, непонятно из каких депутатов, кто их туда избирал. Депутат областного совета Владимир Семенович Куцин, председатель правления, генеральный наш директор, категорически против раскола Украины, выступает против и считает, что это не должно произойти. Весь коллектив «Эфиросплавного завода» выступает против, и мы, как депутаты городского совета, тоже выступаем против. Поэтому я хочу сделать заявление, что я, как депутат городского совета, заявляю о выходе из фракции партии регионов и о выходе из сложения полномочий члена партии регионов. Спасибо. Также я хочу заявить о выходе из фракции партии регионов городского совета и сложении полномочий депутатских партийных регионов и выходе из партии регионов непосредственно сдачи партбилета. Напишем заявление в понедельник. Я не понимаю, как можно разделить Украину. У меня родственники в Закарпатье. Это получается, я должен ездить за границу. Нет, поэтому раскола Украины не должно быть. Мы не должны допустить этого. Роман Анатольевич, Вы такую же позицию занимаете? Да, как представитель трудового коллектива, как член этой партии регионов. Я голосовал за, в том числе и за депутатов, которые представляют Некопольский фиросплавный завод во фракции партии регионов и в партии регионов. Тоже поддерживаю все это мнение. Поддерживаю мнение трудового коллектива и заявляю о выходе из партии регионов. Кроме нас, к сожалению, не может сегодня присутствовать депутат городского совета Павел Иванович Ефремов. Он также попросил передать всем Некопольчанам, что он поддерживает наше мнение и также выходит из фракции партии регионов и из состава членов партии регионов. А вот такой вопрос. А депутаты городского совета другие, не члены заводов и расплавов? Есть ли среди них кто-то пожелал также войти? Ну, пока мне этого неизвестно. Я думаю, что каждый имеет право на свое мнение. И если он примет такое решение, он должен будет об этом заявить. Мы, как депутаты городского совета, продолжаем осуществлять свои депутатские деятельности, участвовать в принятии решения, потому что оставлять город без городского совета нельзя. И я думаю, что с другими коллегами, работниками ферросплавного завода, да и другими депутатами, мы сумеем наладить конструктивную работу, создать или какую-то фракцию, или группу депутатов, которая будет принимать решение и участвовать в обсуждении жизненных проблем города. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Я еще раз напоминаю, что у нас в гостях были депутаты городского совета, представители Некопольского завода ферросплавов Евгений Иванович Бавкун, Игорь Васильевич Ребриш и Роман Анатольевич Сиротенко. До свидания.